Здесь изомасленная кислота. Вот эта кислота, это короткоцепочная жирная кислота, изомасленная кислота. Она, мало кто слышит о ней, но эта кислота, она обладает свойством поистине уникальным просто. По воздействию на, вообще на организм, а тем более на желудочно-кишечный тракт. Потому что очень многие заболевания грозные, такие как, скажем так, калит, неспецифический язвенный калит, болезнь крона, поликоза кишечника, могут возникать по причине недостатка вот этого вещества в организме. Но, конечно, он должен приходить к нам с пищей, потому что мы уже на лицо сразу видим, что дисбаланс гормональный, дисбаланс пищевого рациона очень часто дает как раз нехватку изомасленных кислоток, коротких вот этих жирных кислот. Что они дают? Дело в том, что биоциноз кишечника, наш внутренний, те микроорганизмы, те симбиоты, которые находятся внутри нашего кишечника, они создают как раз способность бороться с патогенами. Если не хватает, естественно, у нас не пробиотика, не пребиотика, не хватает коротко живущих вот этих вот кислот, как раз копятся патогены. И более того, тогда по причине нехватки вот этих кислот, коротко живущих, коротко цепочных, вернее, кислот, у нас подвергается излезвлению и поражению желудочно-кишечный тракт, слизистые его. Здесь происходит нарушение его гормонального фона, его, собственно, иммунной системы кишечника, ассоциирован с иммунной системой. То есть, поэтому здесь содержится именно вот эта коротко живущая кислота, коротко живущая, коротко цепочная жирная кислота, которая создает эти условия для того, чтобы и полисахариды, кстати, которые содержатся тоже в сабельнике, они руководом поработают вот с этой кислотой и дают возможность как раз создать и пробиотический слой, на котором вот наши симбиоты внутренние кишечные будут создавать здоровую кишечную флору. Видите как? И одновременно защита слизистых от поражения. Поэтому людям, у которых есть проблемы с кишечником, с изизвлением слизистой, вплоть до болезни крона, неспецифического язвенного колита, множественных панипозов, рака кишечника, сабельник – это препарат выбора. В общем протоколе назначения, конечно. Назначает только врач, безусловно. Поэтому вы должны понимать, что если вы придете к своему доктору и поговорите об этом с доктором, чтобы я знаю о таких качествах, конечно, не факт, что доктор может этого не знать, безусловно. Но тогда, может быть, вы пообъеме, доктор будет без больших амбиций, и вы вместе сможете выстроить ваш курс лечения, скажем. Согласитесь? Очень тонкий вопрос, весьма тонкий вопрос. Значит, вот я особо выделила вот как раз вот эту кислоту изомаслами. Короткоцепочная жирная кислота, запомните, это очень важная компания. Это же очень важно и для детей, и для взрослых с аллергозами, с адсидатинными диатезами. Потому что как раз проницаемость кишечника очень часто, у всех практически кожаников мы знаем, экземы, неродермиты, начиная с атопии, атопического дерматита, плодопсоиаза, практически в анамнезе, в исследовании всегда повышенная проницаемость кишечника. И вот здесь этот препарат тоже, то есть это тоже трава, которая является предметом нашего выбора. Более того, в эксперименте обнаружены еще антигистаминные свойства, противоаллергические свойства сабельника. Антигистаминные. То есть здесь влияние на лицо препарат выбора также. Это водные вытяжки, это отвары у нас с вами, преимущественно, скажем. Это больше всего именно выбора. Более того, снижается количество пробоспалительных медиаторов при приеме, именно сабельных. Это касается практически очень многих заболеваний желудочно-кишечного тракта и бронхо-легочной системы, и гепатобилярной, и в частности опорно-двигательного аппарата. Это суставные заболевания как раз. Напишите, напишите себе, что снижается секреция провоспалительных медиаторов. Напишите, напишите. И повышается как раз выделение именно противовоспалительных цитокинов. Индок повышается противовоспалительных за счет цитокинов. Но сейчас это вам ни о чем не скажут, но постарайтесь. Давайте договоримся, языком будем говорить нормально, но это чтобы быть следующим, чтобы быть в этом море как-то ориентированным. Вам надо понимать механизмы, так или нет. Не бабушка сказала, вот так, а почему работают. Многие из вас врачи и биологи, и слава Богу понимают, а те, кто за ней, будем тянуться. Договорились? Тянитесь так, что это будет очень хорошо. Поэтому, значит, что еще мы с вами скажем? Мы с вами проговорили о том, что он врач общей практики. А еще врач общей практики, конечно, он может все, практически все, если это очень грамотный семейный доктор. Что еще? Я прям с придыханием вам хочу сказать сейчас, что это растение работает с аутоиммунными процессами. Это растение работает с аутоиммунными заболеваниями. Я уже произнесла, некоторые из них, я сакцентировала на них ваше внимание. Это проблемы аутоиммунного заболевания кишечника, болезнь микрона, неспецифический язвенный колит. Значит, конечно, но есть еще такие грозные заболевания, особенно, посмотрите, гемофилия. Помните из истории, да? Кто болел этим заболеванием? Вы помните, какой боли в семье, да, какой боли в семье. Если дети не дают подверженному этому заболеванию, ну вот хочу сказать, что волчанка, красная волчанка, в том числе, вот посмотрите, аутоиммунные процессы, которые очень серьезно, попробуйте на них, да, каким-то образом реагировать еще. Я хочу сказать, конечно, реакция трав здесь на организм просто феноменальна. Здесь работа с аутоиммунными заболеваниями, работа именно с иммунными комплексами в организме. Это процесс, на который влияет эта трава, в частности. Так что это здорово очень. Дальше, что еще? Вот этот, видите, как момент, мы говорили об антикоагулянтных как раз возможностях, а тут остановка кровотечений и гемороидальных, и кишечных, и более того, вот такого страшного недуга, как гемофилия. Значит, вот, вы знаете, как влияет в общем протоколе лечения, безусловно, безусловно влияет. То, что вы видите сами, по биохимическому составу мы можем уже предметом выбора сделать это. То есть у нас есть препараты, вот когда мы с вами говорим о растениях, помните, мы говорили, кто у нас, может быть, к сожалению или к счастью, мы берем с вами градацию китайской, тибетской медицины, Сталина, да, императора. В нашей русской школе нам нужно придумать обязательно, вы сами подумайте на эту тему. Это может быть очень интересно. В русской транскрипции как это будет звучать, правильно? А здесь получается император, министры, да, в Безире, мы тоже более, другая западная школа. А здесь, пожалуйста, здесь могут быть и солдаты. Что, кто из них кто и какую роль выполняет? Так что сабельник может даже в уровне министра выступать. Потому что за счет того, что здесь многофункциональное, многокомпонентное действие, охватывающее очень большой спектр возможностей и поражений человеческого организма, вот в данном случае, конечно, препарат выбора, то есть растения. Что еще? Здесь еще мы говорим, что кроме того, что воздействует, да, если говорить об онкологии, если говорить об онкологии, очень часто, когда назначается фитотерапевтом грамотным в онкологии болиголов, цитостатик или кариокластический яд, да, очень часто я слышу, что звонят и говорят, что, знаете, как всегда, помните о том, помните о том, вам, во-первых, не советую работать с такими, вы еще пока очень юны для этой темы с цитостатиками. Это уже удел фитотерапевтов опытных, но когда назначается, всегда помнить надо, это не должны, печень не должна быть метастазирована, потому что идет кумулятивное накопление уже, и печень без того, скажем, страдающая может просто раниться. Это особый вывод и принятие решения, скажем, консилиум, или же это врач-фитотерапевт, который, в общем, ведет пациента и знает все его особенности, то есть это обязательно индивидуальный подход. Только табак, аминный, только табак, аминный. Что еще? И когда дается назначается болигалок, как назначается уже в действительном протоколе правильно, нет метастазирования в печени, обязательно помнить, что для вывода продуктов распада или контроля уже непосредственно и улучшения, скажем, заказа, для того, чтобы закрыть токсическое действие, то, что у него есть еще возможности выработать как детокс у сабельника. Вот почему, я не помню сейчас борьбу голословной, но лет, наверное, 15 назад, я уж не знаю, насколько верно, я где-то в АИФ прочитала о том, что, ну, сама не люблю таких высказываний, бабушка сказала, да, по типу, и получается так, что по данным ЮНЕСКО именно сабельник как раз назначается, там, где назначаются даже синтетические кариопластические ябы, то есть химиотерапия проводится. То есть вот такие данные были, я, к сожалению, тогда не зафиксировала, но тогда именно сабельник, именно по изучению своих свойств тогда, именно вошел десятку тетрад, которые должны назначаться для того, чтобы прикрыть токсическое действие на клетку разрушительного действия и химиотерапии. Вот. Поэтому, если назначаются даже кариопластические яды несимпетического фармакологического, значит, производства, а именно водоголов, скажем, или даже тот же чистотел, назначение сабельника будет оправдано здесь. Поэтому как терапия сопровождения идет, понятно, да? Что еще? Преимущественно на какие виды рака воздействует? Ну, во-первых, в эксперименте очень высокий уровень антилекимической активности на мышах, на крысах. То есть это ин виво-ин витро, это уже в эксперименте подтвердено. Есть работы, которые можно почитать. А локализация больше всего, конечно, это желудок номер один, это желудок, это легкие. А мы знаем, что легкие – это та локализация, которая очень трудно подается. Очень трудно подается, во-первых, диагностируется очень трудно, как раз часто именно в диагностике. Рак легкого очень-очень выявляется на очень поздних стадиях, к сожалению. Поэтому, если есть возможность назначения сабельника, при первых каких-то проблемах в неполадке в сфере легких, всегда будет оправданно, скажем, если есть какие-то прецеденты уже к этому. Конечно, воздействие на лимфовую кровь, безусловно. Ликемия, лимфогранулематозы, лейкозы – это у нас сабельник. И, конечно, женская и мужская половая сферы. Это миломы матки, скажем, незлокачественные. Это злокачественное образование женской половой сферы и мужской сферы. Это вот еще одно медприложение. Это доктор очень широкой специализации практически, но, я не знаю, возможности у него велики. Но он еще, кроме всего прочего, врач узкой специализации. И здесь ему тоже равных нет. Это, конечно, наши суставы, опорно-одвигательный аппарат. И здесь воздействие артрита, артрозы, фоксартроза, способность восстанавливать вместе в протокольном лечении. Здесь воздействие на образование клещевой ткани, особенно при удаленном желчном пузыре, когда вырубка синавиальной жидкости, значит, здесь активно не проводится. То есть здесь, конечно, для укрепления суставов назначается сабельник. Замечательно работает. Более того, значит, при болезни Бехтерева и при болезни Бехтерева это нарушно применяется, это применяется вовнутрь. Формы совершенно разные. Спиртовое излечение, водное излечение. Готовятся масляные вытяжки. Мы с вами говорили, что есть конкретно, мы делаем с вами масло сабельника, писали об этом. Вчера мы говорили с вами о фитоспасе, уникальном совершенно масле, где лидирующую роль в этом масле, конечно, вы помните, обязательно играет сабельник. Здесь каково действие именно на суставы? Это ингибитор циклооксигенада для врачей-биологов, для тех, кто как бы догоняется немножко. Ингибитор циклооксигенада, это цук-1, цук-2, это фазовоспаление, скажем так, воздействие. Это нестероидный анальгетик растительного происхождения. Можно вот так его дифференцировать, назвать вот так. Нестероидный анальгетик растительного происхождения. Антигистамин тоже мы говорили, да, воздействие как раз на факторы воспаления. Смотрите, какое чудо. Так что сабельник с новым лицом опять, ну, конечно, уже старый для очень всех, но мы с вами говорим уже чисто с точки зрения научных таких подходов, да, каким образом, на каком уровне. Вот вам, пожалуйста. Опять он нас удивляет, правда? Поэтому старайтесь брать форму, я, к сожалению, говорю не аптечную форму, а берите, берите больше сами корень и сами настаивайте. Потому что концентрация будет выдержана правильно и работать вы будете правильно с сабельником. И, более того, я хочу сказать, я немножко хоть ушла, а сейчас вернусь опять. Продолжение следует...